приветствую всех на связи польша вещаю как обычно из города о поле и сегодня у нас 20 декабря на улице наверное градусов плюс 15 сегодня запишу для вас такое видео может быть не очень позитивная ну хотя может кого-то одной повеселит вчера с моим участием к сожалению произошла неприятная дорожная ситуация я попала в дтп на своем смарте сейчас все по порядку я воспроизведу вам дорожную ситуацию а также мы с кирой съездим на то место покажем какая там дорожная развязка вот и так ребята очень быстро схематически вам воспроизвожу ситуацию при этом воспроизведении по я страдала только 1 губная помада поэтому все нормально значит смотрим внимательно йогурт это у нас бедренка вот это вот пешеходный переход по этой стороне одна полоса движения по этой стороне две полосы движения вот это вот красненькая это я смарт значит я выезжаю с бедренки смотрите останавливаюсь светофора там нету и смотрю налево налево слева я вижу что машины очень далеко потому что вот тут вот есть светофор и они там задерживаются в следующий момент я смотрю направо что я здесь вижу очень долго ехали машины по двум полосам я увидела один момент когда на вот этой вот полосе никого не было она была абсолютно пустая но при том я вижу что вдалеке на второй полосе едут машины и я уже в общем то не только я многие водители так делают здесь я не вижу никаких препятствий я выезжаю вот тут вот начинаю поворачивать вот если и сидя в машине я поворачиваю гола голову влево чтобы посмотреть не идут ли здесь пешеходы и в этот момент водитель старого форда принимает решение вот сюда вот перестроиться в тот момент когда я делаю вот этот маневр почему он хотел так сделать я его понимаю потому что проехав вот так вот дальше здесь идет поворот направо а ему надо проехать прямо и поэтому в этот момент на пешеходном переходе он решил перестроиться влево он перестраивается и я делая маневр просто этого не вижу что он резко перестроился в мою полосу так как я сосредоточилась на пешеходном переходе я согласна что надо смотреть и туда и сюда и так я обычно и делаю ну так как все это происходит просто в течение секунд и проезжая вот так вот вот так вот он так вот своей задницей цепляет мою боковину я чувствую удар и мы останавливаемся вот в таком вот положении я не знаю верите ли вы в силу мысли но я в нее верю и нахожу подтверждение работающим законом где-то недели две назад мы с кирой решили съездить в варшаву после праздников чтобы посетить аквапарк и встретиться с подписчиками некоторыми и я думаю ой как бы хотелось поехать на машине и тут же догоняет меня мысль она ну варшава там такое движение такой трафик хоть бы никого не задеть и вот эти вот мысли у меня окружились в голове на несколько дней и закон работает таким образом когда вы о чем-то думаете неважно хорошее это или плохое но если это опасение то они еще быстрее вас догоняют как все это было произошел удар очень быстро какие-то секунды я сижу в машине и передо мной старенький фордик ну наверное годов 90-х выходит с него пан и начинает махать руками крутить пальцем у виска я сижу адреналин хлынул в кровь я так перепугалась я просто оцепенела у меня были закрытые окна я сижу и мне страшно выходить он кричит машет руками какую-то минуту я посидела потом аккуратненько приоткрыла окно слышу что он звонит в полицию ну я уже решилась выш вышла из машины и действительно не знаю вот что делать в этой ситуации то ли срочно звонить страховую то ли звонить мужу то ли ставить аварийный знак то ли одевать эту жилетку поняли дорожную в общем я просто растерялась подхожу к нему он мне говорит сейчас приедет полиция убираем машины с дороги потому что мы и так создали здесь пробку а на секундочку представьте это около пяти вечера все массовые едут с работы отогнала машину к бедренке а он куда-то уехал я стою сама нету ни полиции не этого пана потом смотрю подходит пешком к бедренке и стоит на расстоянии от меня 100 метров ну я тоже к нему так не подходило особо там что-то выяснять подъехала полиция что удивило очень молодые девочка и парень я по-другому их назвать не могу но девочки на вид лет 20 парню ну хоть силу от силы лет 25 что удивительно они у меня сразу же не попросили документы начали опрос я говорила довольно таки спокойно без паники но польские слова просто начали вылетать у меня из головы ну она в общем то выслушала меня очень спокойно приободряла и так торжественно подумав наверное какие-то полминуты торжественно произнесла нет извините вот после этого уже она попросила мои документы я и предоставила страховку право язды и и что я еще с собой вожу вот и через буквально полминуты она сразу же мне вынесла приговор что виновна в этой ситуации конечно же я потому что выезжала со второстепенной полосы и в лонша вам щи в рух как это на русском сказать вы поняли в съезжала в полосу движения как я вам уже показала на воспроизведение ситуации реально его на этой полосе не было значит она объявила что это не считается выпадкой это считается инцидентом и говорит сожалению я должна дать пани огромный штраф и когда я сказала огромный штраф какую-то вот эти вот несколько секунд и сумму она не произносит я думаю ну все собирать мне все пожитки из польши отрабатывать этот штраф ближайшие полгода и она сумму не говорит и начинает меня успокаивать но вы не переживайте кроме этого штрафа ничего не будет и я уже начала и бледнеть и полуобморочное состояние у меня короче ребята ближе к делу выписали мне мандат на 500 злотых выглядит он вот так вот выписали мне 6 карных пунктов как это работает в польше я до конца не знаю кто знает напишите но я так подозреваю что в течение года если ты превышаешь определенное количество карных пунктов тебя лишают прав потом уже пан которая пострадавшая сторона как-то понемножку начал со мной разговаривать он спросил какая у меня страховая компания сказала что акса он говорит вот у меня тоже акса поэтому проблем по выплатам не будет сказал что за ремонт автомобиля я ему ничего не должна так как все покроет страховая компания он сфотографировал номер моей страховки и номера моего автомобиля также мне объяснили что если я хочу отремонтировать свое авто то мне тоже нужно позвонить страховую компанию это мне дается 7 рабочих дней я этого еще не сделала потому что до сих пор не могу прийти в себя но после записи этого видео то я обязательно позвоню мне пани с полиции сказала что с этим штрафом я могу не согласиться и отказаться на месте но в таком случае документы они передают передают в суд и уже в суде я имею право себя защищать я сказала что я не представляю как я чем я буду себя защищать и оплатила штраф сразу же по терминалу на месте в общем ребята давайте я подытожу что я хочу сказать я ни в коем случае не оправдываюсь но я считаю что каждый опыт это наш опыт и он имеет место быть и тут не зависит от национальности от мужчины или женщины за рулем блондинка или брюнетка но что есть то есть поэтому я откровенно с вами делюсь жду ваши комментарии под этим видео случались ли у вас какие-то такие стрессуемся ситуации в польсце потому что я просто не могла долго прийти в себя вчера и еще сегодня я очень у меня очень высокая гражданская ответственность конечно мне все это неприятно но слава богу что не не детей не было ни в моей машине не у машине у пана никого не было на пешеходном переходе мы отделались взаимными царапинами на нашем авто но все это случилось для того что я уверена чтобы избежать какой-то наверное серьезной ситуации сейчас мы едем с кирой на место вы даже не где все произошло так вкратце вам покажем хотела еще добавить что сегодня я позвонила страховую компанию они сказали что по телефону они такие заглушения не принимают и нужно заполнить форму на сайте я потратила час пока заполнила эту форму потому что было очень много вопросов через несколько часов не перезвонили и сказали что у меня такой вид страхования о с называется то есть страховка обязательная и это страховка не покрывает ремонт моего автомобиля к сожалению если бы у меня была каска тогда совсем другое дело и такой интересный момент она сказала что если пострадавшая сторона сгощит ремонт обратиться для ремонта своей машины а также моей тогда они отремонтируют за свой счет в общем как-то мне все это непонятно ребята кто разбирается в этом во всем напишите контактов от этого пана конечно же у меня нету то еще хотела добавить очень быстро когда приехала полиция после заполнения протокола и всего всего остального она сказала что все иностранцы обязаны с собой носить паспорт и карту побыта куда бы вы ни пошли чуть ли не в магазин идет идете за покупками у вас должен должна быть на себе карта побыта или паспорт все пишите комментарии я посмотрела налево машин на пол моей левой руки не было по правой стороне вы видите лучше такое интенсивное движение две полосы и полоса поворота на бедренку сейчас будем выезжать тоже сейчас час пик все возвращаются с работой машин очень много